Да, один говорит, зачем нам второй такой же коктейл, а второй написал Триггермен. А зачем вообще сравнивать дис, биф между ними, что-то в сердце и вот прям вот выворачивает всё. Добрый день, с вами Дергачёв Инсайт. Сегодня наша рубрика это Дергачёв Обзор и я ведущий канала Вадим Дергачёв. Мы будем говорить о рэпере Масла Чёрного Тмина. Наш музыкальный эксперт, хотя он и не хочет так называться, это Роман Райфельд, музыкальный критик, журналист. Пожалуйста, если вы не хотите пропустить наши обзоры, которые по воскресеньям и наши интервью, которые по средам, подпишитесь на канал. Спасибо. Роман, добрый день ещё раз. Добрый. Скажите, пожалуйста, Масла Чёрного Тмина, да, то есть казахстанский рэп-исполнитель родом из Караганды, Айдин Нуралин, откуда вообще вдруг он к вам в уши попал? То есть вообще как происходит сейчас вот это вот попадание музыки в голову человека, в голову слушателя и как у вас это произошло? Случайно. Всё происходит случайно. Ну, музыкой я интересуюсь по-прежнему, хотя мало пишу о ней и редко. И в 2019 году среди новых обзоров, по-моему, на Кольте.ру они делали неплохие обзоры российской музыки. Да. Среди там 10 альбомов месяца они назвали альбом Кенши, если не ошибаюсь, Масла Чёрного Тмина. Ну, я, естественно, прослушивая все, дошёл до него, несколько треков мне понравилось, зацепило. И плюс, естественно, я прочитал историю, ну как так? Я не знаю. Он наш, я не в курсе. Давай копать, смотреть, интересоваться. И вот до сих пор вы знаете. Но самый такой забавный момент, то что после того, как я набрал вот эти три волшебных слова в поисковике, меня потом просто задолбала реклама Масла Чёрного Тмина, который не музыкант, а то есть самого Масла. И она преследует меня. Вот что поразительно, вот алгоритмы работают так до сих пор. Музыканта мне уже не предлагают, я уже сам его ничью. Но Масла мне прям навязывают. Я уже думаю, купить что ли, чтобы хотя бы... Видите, что... Отвязались. Ну, коль-то это же такой небанальный ресурс, на самом деле. Ресурс интеллектуальный, интересный. Вот то, что там этот обзор появился, уже о многом говорит. А что с музыкой? Вот когда вы начали слушать, вот что с музыкой? Что произошло? Да. Ну, во-первых, я люблю... Может быть, ещё в тот момент было совпадение настроения. А в принципе, меланхолия и минор – это как бы моё. И в частности с ним вот эта трип-хоповость, которую ему приписывают не зря. Что такое трип-хоповость? Трип-хоп? А, трип-хоп. Стиль. Да. Музыкальный стиль. Портис Хэт – самый известный как бы, я не знаю, как бы исполнитель. Трити тоже. Ну, то есть очень много. Британская музыка такая, тёмная очень немножко. Вот мне очень понравилось его понимание этого прочтения. Во-первых, он их сэмплы использовал. Во-вторых, он и свою музыку писал не хуже. В-третьих, как верно очень многие заметили, в его музыке я услышал сразу элементы джаза. А это меня прямо вот вообще как-то современный артист, тем более в таком жанре, ну как бы совсем далёком от академичности. Рэп-хип-хоп. И вдруг там вот это вот, я просто кайфую от таких артистов, которые используют джаз, плюс ещё какие-то направления в своём творчестве. Вот как раз про джаз хотел спросить, а почему вдруг, то есть молодой человек, по-моему, ему сейчас 24 или 25 лет. Ну, да, около 25 лет. Да, то есть откуда вот эта отсылка к джазу? То есть это всё-таки хороший слух, то есть возможность воспринимать всё? Или это какая-то культура за ним музыкальная прослеживается? Я думаю, что тут и то, и другое. То есть в любом случае человек, он необычный, независимо от того, сколько там он в сравнении со скриптонитом курит и чего. Это как бы его личное дело. Мне важно, что в итоге как слушатель я получаю в качестве продукта. И этот продукт меня устраивает, потому что там всё это есть. Там есть его, мне кажется, культура. Если копнуть, то наверняка там что-то даже и в семье может быть интересное. Во-вторых, Караганда это очень необычное место. То есть я за из двух зол Павлодара или Караганда я выбираю всё-таки Караганду. За её необычную историю, за глубину, за то, что там котёл был буквально плавильный, разных людей, культур, национальности, уровней социальных, пристрастий музыкальных, чего угодно. И плюс ещё, я думаю, что ещё и сам он тоже. То есть он, в принципе, таких больших интервью не даёт. Но если копнуть, можно узнать. Или мой чёрный город, по-моему, он сказал. Или мой чёрный город. Там, я говорю, реально, вот если бы не вот это его, ну, кто-то скажет, дурацкая, как у скриптонита, манера вот этого произнесения текста сложная. Но она же другая всё-таки. Она другая, но она очень близка. Действительно, там есть из-за чего им спорить. Но это, опять же, ну, кто авторское право зарегистрировал на исполнять так. Мне больше... Ну, что, есть такой спор? Ну, спор между ними есть. Это дисбиф. Нет, за произнесение. За манеру произнесения. Ну, собственно говоря, это половина дела. То есть то, как... Собственно, с этого, насколько мне известно, всё и началось у них. То есть одно дело, это музыка, вот этот весь мрак, а другое дело, это, собственно, как читает рэп один и другой. У них много общего. Но для меня это две разные вселенные абсолютно. То есть один мне не близок, хотя я его очень много слушал, понимал. Но, опять же, хотите, слушайте, это ваше дело. А второй мне вот близок. Ну, вот так получилось. МЧТ близок. Конечно, «Масло черного тмина» близко. Почему? Потому что он поёт о своём, о том, что происходит шире. То есть не только там о проблемах своей национальности. Или вот, не знаю, там, Сиитов ему наснимал кучу клипов. И там вот казахская тема, естественно, этника вся эта пошла. Это всё хорошо, классно. Но он не просто включает там дамбру или кобысты в свои произведения. Не просто ради моды там где-то сэмплик. Там всё это настолько органично. И это круто и слушается безумно. И главное, конечно, тексты. О чём он думает? Вот о текстах. А тексты ведь очень не похожи, если уж продолжать сравнивать. То есть тексты и вот эта вот лирика скриптонита и лирика масла черного тмина – это действительно абсолютно разные миры. То есть даже если, скажем, попытаться их вытащить, да, хотя я понимаю, что так мне уже Тима говорил, нельзя так делать. А вот, но тем не менее, вот если попытаться вытащить, всё-таки вот совсем же разная образная система. Вадим, вот я хочу сказать, что здесь как бы две вещи. Первая – это всё-таки по большому счёту вот о чём, если говорить о лирике, там, взаимоотношениях с, скажем, персонами противоположного пола, допустим, так красивенько всё это оденем, то я думаю, что у них много общего. Вот как раз таки. Потому что и у того, и у другого не просто темы, а то, что очень бы в штыке восприняли те же феминистки и прочее. И у того, и у другого достаточно к чему придраться, обращение к женскому полу и всё прочее. Наезды, шлюхи. Да, 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 да. Вот это вот всё. И покруче там слова, конечно, есть смысл их воспроизводить. И у того, и у другого много общего. Но, если говорить о какой-то другой теме, да, то, мне кажется, у Масла, у него всё-таки тексты философичнее, глубше, интереснее, шире взгляд. Он на мир смотрит прежде всего, а не на то, что в его комнате, в его дворе, на его диване тут происходит. Понимаете? А зачем вообще сравнивать? То есть, может быть, мы всё-таки вырвемся вот из вот этого? Нет, сравниваем мы только потому, что встала тема из дисбиф между ними, что там у них происходит. Ну да, у одного был Триггермен. Да, один говорит, зачем нам второй такой же, как ты, а второй написал Триггермен. Да, да, да. Ну, как бы каждый остался при своём мнении, это нормально для рэп-хип-хоп-культуры, это норма вообще. В принципе, для меня это даже неинтересно. Мне гораздо интереснее такие вещи, такие вопросы, которыми задаётся Масло, например, как, так зачем же жить, кого же любить в этом мире, на этой земле, понимаете? Ну, кто ещё из рэперов вот так, ещё с такой музыкой, с такой подоплёкой, с такой темой, это всё так пронзительно, не знаю, мне это прям вот в сердце и вот прям вот выворачивает всё, потому что он серьёзно, он действительно думает, несмотря даже на там косяк, может быть, в руках, в кадре, что-то такое. То есть одно другому не мешает. Можно быть философом и при этом не опошлять этих жизненных тем. Он за что любить, что ты думаешь о красоте, вот такие вопросы, что такое красота, понимаете? Что для тебя красота, да? Да, такие вопросы, вот кто задаётся, собственно говоря. Назовите мне, много ли таких артистов, которые сейчас с безумным количеством подписчиков? Если ещё о музыке, да, кроме отсылки к джазу, что можно сказать ещё о музыке? И трип-хопу. И трип-хопу, да. Это у него и до сих пор есть. Я могу сказать, что последним своим альбомом, то есть нельзя уйти от этого джаза никак. Да. Потому что последний альбом, вот этот эпишник Харис, который вот, по-моему, в декабре что ли вышел, или чуть в начале этого года, не помню уже, несколько треков, там фанаты его просто вообще разбили. Кто-то там сказал, о, да, классно, молодец, что ты делаешь что-то непохожее, и наплевал на общественное мнение. Могу сказать, что там этого джаза ещё вообще в десятки раз больше. Плюс кто-то там нашёл исламские темы, мне это немножко не близко, и прям надо копаться, чтобы выяснить, что там в тексте он там такого сказал. Но вот по моему прослушиванию, например, меня этот эпишник тронул именно тем, что там джаз ещё его больше, понимаете? То есть, ага, вы хотите попсы, я не буду делать нарочно ни то, ни другое, но вот я вижу так, и я сделаю такой альбом. То есть это не Кенши, где, ну, грубо говоря, это попса от МЧТ. Ну, в смысле, попса для его фанатов, чтобы было больше подписчиков, там, любителей и прочих. А здесь очень сложный альбом, пусть там всего несколько треков, он глубже. То есть человек, который не слушает разнообразную интеллектуальную музыку, он этот альбом не съест, вообще не проглотит, выплюнит сразу. И я такие комментарии вот в YouTube, альбом целиком выложил, например, видел там очень в же крыше. Но были люди, которые ценили, да, я его фанат, но я ценю, ну, молодец. Или наоборот, о, это круто, это вот потрясающе, что ты делаешь не то совсем, чего ожидает от тебя публика. А вот в случае, опять же, с тем, с кем сравнивать нельзя. Я так вижу, что там уже, по-моему, и лейбл диктует делать то, что... А может быть, он и сам просто такой. Я же его лично не знаю, не могу сказать. А для людей, которые любят масло, а ближе, как вам кажется, то, что он делал, вот магия, самоубийство, да, то есть вот то, что вы условно называете... Аппарат президента, два. Да, да. Ну, для них, конечно, ближе это однозначно, потому что нужно расти. Но это ведь и слушается очень хорошо, и там ведь очень легкие переходы. То есть там вообще, ну, то есть, какое-то приятствие, приятность какая-то же должна быть в музыке или нет? То, что расти, я согласен. Не обязательно. Ну, вы вот с Тимуром Тлеуханом же беседовали, ну, какая у него приятственность? У него потрясающая музыка просто вообще. Крыша едет, да? Но разве он от этого стал хуже? Потому что он не пишет какие-нибудь там «В осадуле в огороде» или «Пусть бегут неуклюже», правильно? Вот приятственность тоже, извините меня. Ну, он этого не делает, и слава богу. И пусть он там раз в 200 лет выпускает что-то свежее, это ему укор. А с другой стороны, и слава богу, и хорошо. Вот в случае с МЧТ у него как раз-таки плодовитость очень высокая. Прошлой осенью и там до декабря, по-моему, выходили вот эти бесконечные клипы, которые, можно сказать, с элементами приятственности. Но это все равно глубокие на такие вещи, как Аяс, например. Да. Сито, кто наснимал. Понимаете, это круто. Кенши тоже очень хороший клип, пусть он и не новый, да, допустим. Мне очень понравилось. Потом последний Оноу, мультипликационный, анимационный, там совсем другая команда уже аниматоров работала над ним. Слушайте, это, во-первых, произведение визуальное, то есть анимация отдельно от музыки. И, во-вторых, это произведение достойное и прослушивание, и понимание текста какого-то. То есть это очень глубокий, разносторонний музыкант, опять же, вне его отношения ко всяким вот этим сладостям жизни в виде там наркотиков и прочего. Получается так. И именно поэтому, как бы, я без ума. И клипы мне нравятся, честно говоря, потому что они помогают лучше. Он как-то вот словил Сиитова. Я, честно говоря, ну так, очень нейтрально воспринимал. После просмотра этих видео я понял, что это, наверное, единственный режиссер, который прям, или один из немногих, который его прочувствовал, этого артиста. Его глубину, его душу, его мысли, его точку зрения на этот мир. И дал схожую, либо адекватную, образную систему, визуальную. Я бы сказал, даже круче, что поскольку это все-таки тоже не случайный режиссер откуда-то там, с соседней улицы, он вообще свое дал понимание этого всего, свою систему. Но они настолько, опять же, повторюсь, гармонично с системой МЧТ сплелись, что тут уже сложно отделить режиссера и его команду огромную от музыканта и его команды. Ну, это же кайф. Это кайф. И причем несколько подряд прямо таких клипов, все на высоком уровне просто. Получается, что человек в 20 лет начал делать музыку, которая захватила многих, а потом 4 года интенсивно делал, потом стал делать музыку, которая перевернула то, что он делал раньше, и его последователи, может быть, не все за ним успели. И сейчас, на самом деле, ему от силы 24-25 лет, что он будет делать дальше, мы вообще не понимаем, но мы понимаем, какой на самом деле разгон этот поезд взял. Да, с другой стороны, знаете, этот поезд может и остановиться. Ничего страшного в этом я не вижу. Это жизнь. Такое бывало уже и не раз. Другие поезда же тоже останавливаются. Там, правда, могут быть другие уже причины, какой-то творческий кризис, еще что-то. Здесь, мне кажется, в случае с Айдыном, мне кажется, что он просто найдет что-то, где он может так же самовыражаться глубоко, настолько же глубоко. Это, может быть, будет не музыка, я не знаю. Но в любом случае, это будет человек очень глубокий и интересный. То есть я даже не знакомясь с ним лично, не имея каких-то связей, я представляю себе такого человека, который мне интересен как собеседник. Я не вижу разницы в возрасте, потому что он задается теми вопросами, которые близки лично мне. И таких людей не так много, к сожалению, поэтому все эти призывы вернутся в попсу, дай нам опять Кенши 2, еще там что-то. Ну, как-то это знаете. Но это уже было. Это классный альбом, красивый, хороший, интересный, глубокий. Но пусть дальше человек развивается. Почему нет? И вы развиваетесь вместе с ним. Для этого, мне кажется, и пишутся умные книги и умные песни. Нет? Согласен. Альбом Моя Зиме Зима Пал